Всем привет! Меня зовут Валентин Домбровский, англист-сооснователь Moscow Python. И я рад приветствовать вас на нашем новогоднем... Ура! Новый год! Вот. Новогоднем этапе Moscow Python. Ну, честно говоря, мы не то чтобы особо массовики-затейники, так что, к сожалению, не обещаю шоу-программы, снегурочки и тому подобного. Но, впрочем, есть, опять же, я потом чуть-чуть попозже скажу, есть возможность это отметить. Обычно, ну, давайте сейчас для начала я скажу, традиционно, да, наш метап проходит при поддержке компании DryLabs, IT Can Fly, Best Doctor, Evron. Всем спасибо. Спасибо компании DomClick, которая предоставила нам замечательную площадку сегодня. Вот. Да. Бурные, продолжительные. Ну, честно говоря, я обычно как-то вот на метапе в конце года я подвожу какие-то типа как итоги года, вот, что-то говорю, какие-то цифры, и там мы выросли там на столько-то цифр, какие-то проценты, знаете, как вот обычно... Тут говорят недавно, Герман Сергеевич в этом же зале что-то проводил. Вот, наверное, что-то подобное здесь было, да, Герман Сергеевич рассказывал, какие Сбербанк молодцы, вот, что-то в таком духе. Но сегодня я не буду в таком ключе рассказывать. Скажу просто, 2012 год был, как первая буква, первое слово методологии ЗДД, которое будет рассказывать Илья Лебедев, и, надеюсь, 2020 тоже будет абсолютно таким же. В итоге года, вот, Илья, я думал, ты хотя бы улыбнешься, Илья. Ну, какие-то цифры, мы выросли там на столько-то цифры. Сегодня, опять же, сегодня будет выступать Илья Лебедев, расскажет про металлурозработки без доктор, Николай Фоминых расскажет про Dry Python, использование в машин-леунинге, что особенно приятно лично мне. Никита, Артем, если вы смотрите нас в трансляции, привет вам. Вот, Алексей Кузьмин расскажет про рефакторит в Python. Напоминаю, как обычно, у нас есть чат в Telegram, присоединяйтесь, кто хочет. Задавайте вопросы докладчикам, если вы стесняетесь их задавать, или если вы стесняетесь их задавать из зала, или если вы смотрите онлайн-трансляцию. Следующий метап будет 30 января в Касперском. Мы уже подготовили двух докладчиков, третий на подходе. Там будет классно, интересно всем приходить. Дальше, после этого у нас состоится наша замечательная конференция, которая будет в марте. Поэтому в метапах будет небольшой перерыв, но после, в апреле, мы продолжим. Традиционные рубрики Learn Python. Меня что-то немножко вот это мелькание. Всем, кто делает трансляцию, можно оставить вот так вот, человечка в уголку и презентацию вот так. Следующий этап… У меня здесь на экране разные картинки показываются. Значит, да, есть джуны. Всем джунов надо обязательно. У нас готова, так сказать, свежая база данных по нашим выпускникам от ноября этого года. Там порядка 20 человек. Если вам интересно получить источник информации, если вам интересна эта информация, записывайтесь, и где-то в январе мы сделаем рассылку с информацией о начинающих разработчиков, которые готовы присоединиться к вашей команде. Как обычно, мы рады партнерам в регионах, и мы всегда рады кураторам групп, которые смогут к нам присоединиться. Значит, эти письма, наверное, в Python. Москва Python подкаст. Напоминаю тем, кто, может быть, не знает про него. Всем слушать, смотреть, писать комментарии. Желательно добрые комментарии, злые комментарии лучше не писать. Да, и опять же, рубрика, которая стала традиционно в последнее время. Мы все еще принимаем заявки на доклады. Григорий Петров, руководитель программного комитета, очень их ждет. Он очень хочет, чтобы заявок было как минимум 100. Сейчас их 60. Нам надо создать конкурентную среду, борьбу между докладчиками, чтобы программному комитету замечательному нашему было чем заняться после январских праздников, чтобы им было не скучно. Так что, пожалуйста, подавайте доклады. Я сейчас быстренько, очень быстренько пробегусь по тем докладам, которые у нас уже есть. Подробности про них вы можете почитать на сайте конференции. Ну и подробности про те доклады, которые могут быть, но не приняты. Еще пока, но могут быть приняты. Значит, у нас как минимум один, ну, на самом деле, конечно же, больше будет иностранных докладчиков. Сейчас доклад подтвержден. Zach Hatfield Dots. Maintainer PyTest. Sufficiently Advanced Testing. По-моему, название доклада говорит само за себя. Типы, типы, типы. Виталий Брагилевский, JetBrains. Виталий у себя в Твиттере написал, неожиданно я выступаю на конференции про Python. Почему это неожиданно? Опять же, можете почитать, кто не знаком с Виталием. А подробности про них вы можете почитать на сайте конференции. Владимир Филонов делает доклад про Legacy Code и делает воркшоп про Legacy Code. Так что тему Legacy Code покроем полностью с помощью Володи. Переход с двойки на тройку. Да, у нас уже проблема 2020, да, как вы все, наверное, знаете. Вот, Кирилл Борисов и Booking.com расскажут о том, как это сделать быстро. И разработчик библиотеки Депхэл, собственно, скажет про dependencies, про зависимости. Опять же, посмотрим. Дмитрий Совчников, Microsoft, один из лидеров нашей программы «Оработка данных функциональном стиле». Башев Винкельштейн, также один из лидеров. Впрочем, наверное, все, кого я сейчас перечисляю, одни из лидеров нашей программы, о чем я считаю, Java Robot и Клятина Python. По тройку, да, у нас уже проблема 2020, да. И да, подарочки. Собственно, про доклады конференции я закончил эту часть. Какие у нас есть для вас подарочки? Ну, на самом деле, я уже говорил про наши подкасты, да, это там, чтобы вам было не скучно на новогодние праздники, если вы не смотрели, не слушали, вот, собственно, можете это смотреть. Но есть еще кое-что, как я люблю говорить, one more thing. У нас, мы, наконец-то, мы сделали это с конференции прошлого года, полностью открыли доклады, которые лежат сейчас на нашем канале на YouTube. Соответственно, на новогодние праздники можно вообще, извините меня, упороться. Вот, да, кто подписан на наш YouTube-канал, уже видели это, да, я так думаю, да. Но если вы не подписаны на наш YouTube-канал, Moscow Python в YouTube, то подписывайтесь, чтобы видеть это раньше, чем я объявляю со сцены. Вот, доклад с конференции 2019 года мы тоже откроем, скоро, обещаю. Но пока, пока можно смотреть вот это. И, да, я хотел бы, поскольку это моя, так сказать, финальная речь этого года, который был, как я уже сказал, на букву Z, что это означает, узнаете очень скоро, через пару минут буквально, вот. 2019 год, вот это вот, знаете, выражение был непростым, но этот, как бы, уже банально, да, есть человек, который по телевизору нам об этом все время сообщает. Вот, на самом деле, все было круто, как ни странно, все было классно. И одно из, так сказать, достижений этого года, наверное, одно из, то, что нам подарил этот год, это вот этот замечательный человек, который сказал одну замечательную фразу, думаю, лицо вам это знакомо, и, наверное, мем вам тоже этот знаком, поэтому мне очень давно хотелось сказать это со сцены. Всем вам большое спасибо за то, что были с нами в этом году, за то, что будете с нами дальше. Те, кто присоединился к нам раньше, спасибо. Те, кто только недавно с нами, опять же, большое спасибо. You're all breathtaking.